Ольга Вильямовна Фотина, пожалуйста, империрование методом Матекарна предравновесных альфа-частиц и спускание предравновесных альфа-частиц в тяжелый лонг фиансов. Спасибо. Я начну с того, чем была стимулирована работа. Были выполнены эксперименты в лаборатории Львияра, в Италии, на Гарфольд-установке и поменены дважды дифференциальные спектры для альфа-частиц и протонов для реакции кислорода на ООЭ. Мне было предложено и проведены были оценки по выходу альфа-частиц в дважды дифференциальные спектры. Данный результат приведен для энергии кислорода 250 мэ самый передний угол и самый задний угол. И следующий результат для энергии 130 мэ для переднего угла и для заднего угла. Аналогичные результаты экспериментальные красные кривые и расчеты для протонов. Но если вспомнить предыдущую картинку для альфа-частиц для альфа-частиц переднего угла было большое расхождение, для этих углов присутствовав для протонов такого расхождения не наблюдается при оценке. Но вопрос вот с этими углами для протонов остается, и он больше связан с экспериментальными данными, а не с расчетами. Два буквально слова о мотеле, которое использовалось. Во-первых, это Монте-Карло расчеты с анализом в рамках модели Хаузера-Ферково-испарительной части распада составной ядерной системы и предравновесной эксцитонной модели Грифина на стадии формирования составной ядерной системы. На предравновесной стадии возможно учет выхода нейтронов, протонов, альфа-частиц соответственно с углом, моментом и энергией. На равновесной стадии помимо трех частиц добавляются еще фотоны и деления. Особо вам я должна сказать о методе учета угловых зависимостей. В самой простой варианте модели Грифина старой никакой угловой зависимости не существует. Мы использовали два способа. Один способ из литературы где вводится угловая зависимость связанная с памятью системы на предмет угла влета вылета по мере установления равновесия, который теряется. И второй случай это когда мы использовали оптическую мацель для оценки углового орбитального момента и соответственно оценки угловых частиц. Остается очень большой вопрос связанный с предыдущими экспериментальными результатами 250 мак кислорода мы оставили. Этот расчет приведен без всякой альфа-кластеризации абсолютно с теми же параметрами для кислорода которые были на предыдущем слайде. Более того вот эта небольшая практически совпадающая коричневая линия на слайде это как раз результат когда я взяла вместо 250 мак 256 ровно так как было поставлено на предыдущем эксперименте. Ну и вот видно, что в данном случае у нас экспериментальные данные никак не описываются в рамках данного теоретического подхода и если учесть предыдущий экспериментальный результат видимо здесь не очень можно надеяться на пластеризацию ядра кислорода которая приводит к повышенному выходу водичек. Ну и на этом я думаю спасибо. Спасибо.